Дорогие коллеги, добрый день! Я рада, что вы пришли к нам на нашу акцию «ЕГЭ из года в год». Сегодня мы хотим с вами обсудить те новые изменения, которые произошли в ЕГЭ по английскому языку, потому что наша задача подготовить учащихся к ЕГЭ, показать им все нюансы, все особенности, все изменения, которые произошли в ЕГЭ. И сегодня мы самое главное – обсудим типичные недостатки при выполнении заданий с развернутым ответом. И я постараюсь помочь вам найти пути, как избежать этих ошибок. Безусловно, мы с вами не можем обсудить сегодня все нюансы. И многие из вас работают экспертами и знают, что все нюансы мы можем с вами обсудить только после того, как пройдет ЕГЭ. И если у нас по письменной части с вами очень большой богатый опыт, то по устной части мы ее только сейчас вводим. Отсюда мы с вами более подробно поговорим об этом же, когда у нас будет в марте месяце, тоже та же акция ЕГЭ из года в год, но когда у нас будет больше материалов по поводу апробации устной части. Вы все знаете, что экзамен в ЕГЭ имеет три уровня сложности. Базовый уровень А2+, который соответствует по общеевропейской терминологии, уровню какому, коллеги? Кто у нас помнит? Общеевропейский уровень. Называется допороговый уровень, да, допороговый уровень. И этот уровень дети должны знать, преодолеть уже в девятом классе, потому что ОГЭ построен как раз на этом уровне А2. Включены также задания повышенного уровня. Это Б1, и он соответствует пороговому уровню. То есть это Б1 по общеевропейским стандартам. И высокий уровень, уровень Б2, он соответствует требованиям федеральных стандартов 2004 года. И он выводит на пороговый продвинутый уровень. Повышенный уровень Б1 соответствует именно тому уровню, на который мы с вами должны вывести детей по окончании обычных общеобразовательных школ. А вот уровень Б2, это тот уровень, который требуется от учащихся, если они заканчивают гимназии, лингвистические лицеи и школы с углубленным изучением иностранного языка. Какие же изменения в ЕГЭ 2015 году нас с вами ждут? Во-первых, и самое главное изменение, это введена устная часть. Обратите внимание, что она не называется говорение, как называлось раньше, когда у нас еще в ЕГЭ был раздел. Почему она называется устная часть? Потому что первое задание на самом деле не является говорением, а включает задание чтения. Второе. Какое изменение второе? Второе. В задании варианте КИН теперь представлена сплошная сквозная нумерация, и мы отказались от буквенных обозначений АВС. С чем это связано? Конечно, обозначения АВС были понятны нам с вами, не очень понятны учащимся, а нам понятны, что такое А, тестовое задание А, группы А. А. Ну вот видите, и нам не очень понятны. Это задание с множественным ответом, да, то есть тест на множественный выбор. А. Задание АВС – это тест на соответствие или, или тест с кратким ответом. А вот задание С – это задание с развернутым ответом. Ну, наши детки не всегда понимали, что такое А, В, С, просто знали, что да, буквы такие существуют. А дальше идет нумерация по каждому заданию. Сейчас проставили мы сплошную нумерацию, и таким образом в письменной части у нас теперь представлено 40 заданий. При этом 39-е и 40-е задание – это задание раздела «Письмо». Изменена форма записи ответа на каждое из заданий в письменной части. Вы видите здесь это «Теперь требуется записывать цифру». Раньше мы либо обводили кружочком, да, либо подчеркивали, но дети не записывали. Теперь они должны вписывать цифру. Хорошо это или плохо, коллеги? Ну, на самом деле больше минусов, чем плюсов. Почему? А потому что наши дети нечетко пишут цифры. И машина при считывании не всегда может разобрать, а что там было. Особенно, если ребенок не взял черную гелевую ручку. И особенно, если ребенок не посмотрел на те цифры, на те буквы, которые как надо это заполнять. Они пишут, как хотят. Отсюда расшифровать то, что они написали, почерк, может учитель, который привык проверять огромное количество работ и привык к разному почерку. А машина не видит четко. Она сразу ставит ноль за это тестовое задание. Отсюда организационный вывод наш какой? Первое. Обратить внимание наших детей на то, чтобы у них была, во-первых, черная гелевая ручка, потому что иначе плохо сканируется, плохо прописывается, машина ничего не понимает. И второе. Следить за теми цифрами и буквами, которые есть в бланке, которые указаны ребенку. Дальше мы говорим о том, что у нас задания по аудированию А1-А7 с выбором ответа трансформированы в задание 2 на установление соответствия. Однако объекты контроля остались те же. Какая причина? Почему мы поменяли задание множественного выбора, коллеги, на задание соответствия? Ну как вы думаете, какова причина? Мы все следим за развитием ЕГЭ, за комментариями, которые делаются нашим начальством, профессиональным сообществом. В последнее время появилось очень много, скажем так, установок на то, чтобы вообще выбросить задание А, то есть задание на множественный выбор. Считается, что это задание на угадайку, то есть большой процент угадывания. На самом деле, коллеги, это не так. Вы это прекрасно знаете, когда начинаете сами выполнять задание ЕГЭ и часто стоите перед какими-то трудностями. Просто так угадать, когда у тебя 4 ответа, очень сложно, практически невозможно. Ну, конечно, если задание составлено верно, правильно составлено. Но, тем не менее, мы это изменили. И теперь это задание выглядит следующим образом. Смотрите, пожалуйста. В принципе, по содержанию оно осталось таким же. Детям предлагалось установить, соответствуют ли определенные высказывания, являются ли они правильными, неправильными или информации нет в тексте. Посмотрите, у нас с вами раньше было statement, утверждение, либо вопрос, и дальше сказано. Первое – true, второе – false, третье – not stated. Они же у нас и остались. Только теперь под номером 1 будет идти true, под номером 2 будет идти false, под номером 3 будет идти not stated. И будут выстраиваться в буквенном сочетании высказывания, которые надо определить, они правильные, неправильные или об этом вообще ничего нет в тексте. Посмотрите, идут буквы, это statements, номера, да, высказывания, а дальше дети должны ввести цифру. Либо один цифру, либо два цифру, либо три цифру. Сказать, что это задание очень сильно изменилось? Нет, оно не изменилось по содержанию. Но надо обратить внимание на детей, во-первых, чтобы они не забыли, не забыли вписывать ответы. У нас часто происходит, что они забывают вписывать ответы. И во-вторых, чтобы они не писали цифры, как у нас было несколько раз, цифра 4, 5, хотя здесь всего три ответа. То есть должна вписываться либо цифра 1, либо цифра 2, либо цифра 3. Хотя, конечно, написание письменной части задания С, и мы уже об этом говорим, практически из года в год содержит всё такое же количество ошибок, и всё те же типичные ошибки, которые есть и которые уже стали, как сегодня одна моя коллега сказала, очень извращёнными. Она употребила такой термин. Почему? Потому что раньше было понятно, дети не знают формата. Не знают формата личного письма. А теперь наши дети пытаются что-то такое особое придумать, которое от них не требуется. Отсюда очень часто есть лишняя информация в тексте. Очень часто есть какие-то вопросы, которые к тексту не относятся. То есть от них не требуется эта информация. Мы говорим о том, что наиболее типичными ошибками при написании С1 это задание с развернутым ответом. Теперь оно называется в скобках, вы видите, задание 39. Наиболее типичное это неумение представить полный и точный ответ на запрашиваемую в письме информацию. Дети очень часто забывают ответить на вторую часть вопроса, где идёт why. Почему? То есть они ответили на первую часть вопроса, а вторую почему они не прокомментировали. Они не умеют ставить вопрос в соответствии с предложенной темой или дают недостаточное количество вопросов. А здесь какая проблема? Мы здесь с вами сталкиваемся с несколькими проблемами. Первая проблема, ну нам говорят, задайте вопрос, в письме есть такая фраза, я только что вернулся из Шотландии. Дети, то есть уже приехал, дети задают вопрос, когда ты поедешь в Шотландию. Либо, либо идёт вопрос, задай вопрос о том, где путешествовал, расспроси о путешествии твоей бабушки. Он задаёт вопрос, сколько лет твоей бабушке? Мы будем засчитывать эти вопросы? Не будем. Отсюда вот эти вопросы, они просто вылетают. Иногда бывает, что какой-то вопрос вылетает, почему мы его не засчитываем, так как объём очень большой. Вот у нас, слава Богу, стало меньше, коллеги, проблем с объёмом, особенно в письме. Дети наконец поняли, что всё-таки задание, когда надо писать 140 слов максимум, либо 154 слова, но 154 слова это для эксперта, а не для ребёнка. Ребёнок должен всё-таки ориентироваться на 140 слов. И, конечно, у нас есть письма, которые содержат 89 слов, а не 90 слов. И часто нам на апелляции говорят, а вы что же, из-за одного слова ставите ноль? Да, мы ставим из-за одного слова ноль, но это не из одного слова. Тебе что сказали? Ты сколько должен был написать? От 100 до 140. Ты сколько написал? Восемьдесят девять. От 100 ты можешь отнять? Восемьдесят девять. Сколько ты слов не дописал? Вот это, конечно, тоже очень важная вещь. У нас есть нарушение стиля до сих пор, хотя уже меньше подписывания фамилии в деловом стиле. Ну, например, подписывается Иван Петров, когда надо только имя дать. Это есть. Так как мы ввели теперь триаду, отряда состоит из благодарность, ссылка на предыдущий контакт и ссылка на будущий контакт. Когда-то мы принимали только ссылку на будущий контакт. Сейчас нам обязательно нужна и благодарность, и ссылка на будущий контакт. Вот дети все еще забывают, что надо два этих элемента обязательно ввести. И раньше у нас не было такого элемента в оценивании, как надежда на будущий контакт, которая передается, ну, предположим, такими словами, как touch and keep, keep in touch, либо write back some, что-нибудь такое, да. Вот ошибки в оформлении организации текста. Наиболее частые ошибки это либо отсутствие адреса, либо адрес из Англии, адрес из Америки, когда ребенок должен свой адрес прописать. Ну, уж легко ведь сказать, Moscow Russia. Есть много логических ошибок. В первую очередь это ошибки, когда нет мостика в переходе от одного абзаца к другому абзацу. Например, дети сразу начинают, они спросили, сказали, что спасибо, извини, что не писал тебе долго, и сразу начинают отвечать на вопросы. А почему сразу? Откуда это? Надо было где-то написать, ты меня спрашивала о том-то. Либо сразу начинают задавать вопросы. А с чего ты вдруг начинаешь задавать вопросы? Какая причина? Отсюда это тоже логические какие-то вещи, логические ошибки. И не соблюдает объем, но к радости нашей теперь этих намного меньше. Работ, где объем не соблюден. Как правило, объем не соблюдается в сторону увеличения, а не снижения. Какие же ошибки у нас в письменном высказывании с элементами рассуждения? Вы видите, что ошибки опять такого же плана, как и были. Во-первых, неполное соответствие аргументации заявленному тезису. Дети, во-первых, часто забывают дать тезис. Например, они пишут, I agree with this opinion. И дальше. Во-первых, потому что. Во-вторых, потому что. Но они сами не высказывают, какое мнение у них. И это будет неправильно. Это будет нет тезиса. Нет тезиса снижения оценки. Часто говорят, у нас там в плане написано 2-3 аргумента. Обязательно надо 3 аргумента, коллеги? Нет, минимально 2. Почему мы все-таки говорим, давайте не будем давать третий аргумент? Почему? Да потому что дети, часто давая третий аргумент, он так или иначе пересекается либо с первым, либо со вторым аргументом. И еще у нас такая проблема. Больше ошибок. Лексикон-драматических ошибок. Особенно артикли, особенно предлоги. Поэтому, если можешь там меньше писать, пиши меньше. Что еще у нас? У нас идет повтор аргументации при высказывании своего и чужого мнения. Практически слово в слово. Это не должно быть. Это не должно быть. Следующее. Неумение точно сформулировать проблему в начале высказывания. Это что? Нам дали с вами проблему. Ну вот в прошлом году, вы знаете, у нас была такая тема, как легче подружиться, чем сохранить дружбу. Чем сохранить дружбу. Наши дети что должны были сделать? Они должны были принять мнение, либо легче сохранить дружбу, либо легче познакомиться, да? Легче подружиться, познакомиться. Что получилось? Получилось то, что дети либо списывают полностью, слово в слово, то, что идет в теме, не перефразируя. А их задача показать проблемность. Проблемность. Отсюда надо все равно где-то сказать. Одни думают так, а другие думают иначе. Я собираюсь там обсудить эту проблему. Можно не надо обсуждать проблему. Но показать, что есть какие-то разногласия по проблеме, это обязательно нужно. Какая еще у нас ошибка? Точный вывод в конце. Иногда у нас происходит такая ситуация. Во втором абзаце, где должен высказать свое мнение учащийся, он его высказывает. И он говорит «за». Предположим, что подружиться легче. А в конце вдруг у нас выплывает в выводе, что «сохрани дружбу легче». То есть он противоречит сам себе. Отсюда у нас уходит вывод. Это значит, мы лишаемся одного аспекта. И вместо максимальных три балла учащийся получит всего один балл. Иногда здесь бывает немножко другая ситуация. Учащийся все время говорит «и то, и другое легко» или «и то, и другое трудно» в конце. Опять здесь вывод нереален для этого типа сочинения. Почему? А потому что у нас с вами есть два варианта сочинения письменного высказывания с элементами рассуждения «за» и «против». Когда можно сказать, что существует разное мнение, тема еще дискуссионна, и каждый может решить ее как хочет. Но мы пишем другое сочинение. Мы пишем сочинение «Ваше мнение». Отсюда, если ты высказался во втором абзаце, что легче, предположим, нам подружиться или познакомиться, то дальше ты, естественно, должен этой точке зрения точно придерживаться. К сожалению, дети не всегда придерживаются плана. В плане у нас пять пунктов. Отсюда деление на абзацы. У нас должно быть пять абзацев. Не четыре, не девять, а пять. И в сочинениях очень часто бывает несоблюдение объема высказываний. Это наиболее часто. Вот если с письмом у нас дела в этом плане обстоят неплохо, то в сочинении мы все время натыкаемся на то, что дети не умеют считать слова, а это связано с чем? А с тем, что мы не знакомим их с демоверсиями. А в демоверсии в приложении прописаны не только критерии, но и прописано, как считают слова. И это тоже надо на уроках отрабатывать. А теперь поговорим о самом важном введении нового. Это устная часть. Устная часть, коллеги, если вы смотрели, обращались к проекту устной части спецификации, кодификаторов, которые вывешены на сайте ФИПИ, теперь у них новый сайт, кстати, newfip.ru, вы, безусловно, уже знаете прекрасно, что существует в устной части четыре задания, со свободно конструируемым ответом, то есть задания с развернутым ответом, и всего четыре. В письменной части у нас сорок заданий, в устной части у нас четыре задания. За эти задания наши учащиеся могут получить 20 баллов. В этом году разрешили учащимся не сдавать устную часть, если они не хотят сдавать устную часть. Но дети должны понимать, что если они не сдают 20 баллов, у них не будет. То есть у них максимальный балл будет 80. А если они поступают в МГУ, либо в Высшую школу экономики, куда у нас сейчас огромное количество детей пытается поступить, то там, конечно, будут требовать где-то, ну, скажем, начиная с 90 баллов. Отсюда в любом случае им устную часть давать надо. Поэтому давайте все-таки готовить детей к устной части. Обратите внимание, что в устной части три задания базового уровня. И только одно последнее задание высокого уровня. Если три задания базового уровня, это значит, что сложность их очень низкая. То есть, что с ними должны хорошо дети справиться. Отсюда 13 баллов они должны получить. Они могут выполнить их максимально хорошо. Что входит в содержание устной части экзамена? Первое. Это задание, это чтение фрагмента информационного или научно-популярного, либо стилистически нейтрального текста. На подготовку детям дается полторы минуты. Дальше у нас идет задание 2. Это условный диалог, расспрос. На подготовку дается полторы минуты. Дальше идет задание 3. Это создание монологического высказывания с опорой на вербальную ситуацию и фотографию. То есть, тоже подготовка полторы минуты. И еще одно. Это задание монолог совмения двух фотографий и картины по подготовке полторы минуты. Посмотрите. То есть, ребенок, 4 задания по полторы минуты. Каждое задание подготовка всего полторы минуты. А вот сколько они будут говорить, это как? Будет важно? Будет важно. Почему? Потому что в третьем и в четвертом задании они должны говорить около двух минут. Особенно это важно для последнего задания, потому что это задание высокого уровня. И если дети будут мало говорить, это значит, что у них нет мыслей с одной стороны, с другой стороны. Им не хватает лексического какого-то багажа, чтобы хорошо раскрыть тему. Но здесь мы сталкиваемся с вами с вопросом о процедуре. К этому тоже надо готовить наших школьников. У нас в этом году в устной части нет экзаменатора-собеседника. Учащийся будет наедине с компьютером. 12 числа в Москве проходит очередная апробация по всем иностранным языкам. Не только по английскому, французски, немецкий, испанский язык. Где будет уже в третий раз проходить апробация в устной части. Не могу сказать, что я в восторге от той программы. Я имею в виду оболочки, которую сделали для устной части. Ее все время переделывают. Мы все время пытаемся облегчить учащимся задачу. Это не всегда получается. Но мы пытаемся все-таки достичь хорошего результата. Нам обещало министерство и Рособранадзор, что процедура будет выложена в ближайшее время. И учащиеся смогут сами заходить и смотреть, какая будет последовательность. Сегодня я рассказывала о последовательности учащимся утром на утренней консультации. Самое главное, дети должны понять, что регистрация будет через компьютер. Им надо четко произносить свой номер, который у них будет. И после того, как они произнесут номер, у них будет возможность прослушать. Почему это делается? Делается для того, чтобы понять, во-первых, запись идет, записывается или не записывается ответ. Во-вторых, для того, чтобы понять уровень громкости. И там дальше будет вопрос. Ты готов к тесту? И надо будет нажать начало теста. И вот после того, как будет нажато начало теста, появится первое задание. У учащихся появится инструкция и сам текст. Потому что первое задание – это у нас чтение. Но появится также, коллеги, и временной отчет. Вот как полтора минуты истечет, будет сигнал, что надо начинать читать, выполнять первое задание. И так далее. Вот здесь все будет проходить. Выполнили первое задание, мы переходим ко второму заданию, мы переходим к третьему заданию. На первой апробации, когда у нас были не компьютерные версии, а раздавали детям печатные работы, дети, думая, что это как письменная часть, и что можно вначале сделать лексику, грамматику, а потом чтение, они все перепутали, то есть они не по порядку выполняли. Здесь это невозможно. Здесь надо будет строго следовать тому, что есть. Какова цель задания 1? Проверяется умение. С одной стороны, понимать содержание читаемого, со второй стороны, это фонетическая сторона устной речи. Что здесь важно? Будем ли мы учитывать вообще все подряд фонетические ошибки? Не будем, коллеги, все подряд учитывать. Если, дети, аспирации нет, ну и ладно. Мы об этом более подробно поговорим чуть-чуть попозже, когда я буду обсуждать с вами типичные ошибки учащихся. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что важно, читая текст, понимать содержание и выделить смысловые синтагмы или смысловые группы. Апробация показала, что дети не умеют выделять смысловые группы, и они часто делают паузы, такие, которые не дают возможность тому, кто слушает, понять, о чем идет речь. Наши дети фразовые глаголы после логи отделяют от самого глагола, то есть они не поняли смысл фразового глагола. Они не там ставят синтагмы. Ну, например, у нас был такой пример. Places they go too often. Но не слишком часто. А places they go too. И надо было сделать паузу, а потом сказать often. Отсюда вот такие вещи были. Значит, наша с вами задача попытаться все-таки хотя бы в старшей школе научить детей читать слух. Пример карточки с заданием 1. Представьте, что вы готовите проект, вы нашли какой-то интересный материал, и вы хотите прочитать этот текст другу. Роль друга будет организатор, который, конечно, не является организатором, он языка не знает, отсюда вопросы к нему бесполезны. Он сидит только для того, что если есть какой-то сбой при записи, он тут же вызывает техника и с этим работает. Ну, в задании, вы видите, установлено 15 минут для чечения слух. Как отобрали эти слухи, чтобы тихо читать? То есть это подготовка полторы минуты. Но и полторы минуты даются на чтение. Отсюда дети должны вот в полторы минуты уложиться, читая текст. Как мы выбрали эти полторы минуты? По апробации. То есть мы отобрали среднее, сколько они читают. Сколько они читают? Вот это текст, который у нас сейчас есть в демоверсии. И вы можете быстро просмотреть его и увидеть, выделить, какие здесь есть сложные слова, какие могут вызвать слова, то есть прогнозировать те фонетические ошибки, которые могут возникнуть. Критерии оценивания. Как мы будем оценивать? Во-первых, это задание оценивается по шкале верно-неверно. То есть либо один балл, либо ноль мы ставим. Оказалось, что у нас было много нулей на апробации. Мы этого не ожидали. Но в Москве было много нулей на апробации, хотя сдавали дети школы с углубленным изучением английского языка. Поэтому здесь надо, естественно, готовиться серьезно. Но мы очень либеральны в критериях. Обратите внимание, не более пяти фонетических ошибок, то есть пять ошибок, кусочки текста можно допустить. В том числе одна-две ошибки, искажающие смысл. Так называемые фонематические ошибки, которые меняют смысл, если я, предположим, вместо одного звука произнесла другой звук. Какие типичные ошибки здесь у нас были? Дети плохо произносят межзубные звуки. Плохо произносят межзубные звуки. Там очень много инговых окончаний, и они произносят тревелинг, гоуинг. Это ошибки. Но плохо произносят звук. Там слово девочка плохо читают. Гол читают вместо гэлл. И так далее. Вы понимаете, что не умею читать слова, в которых буквы пишутся, но не произносятся. Вот такие слова, как маслс, такие слова, как касслс. То есть надо наиболее частотные слова, которые часто устремляются, с ними пройти. Я уже говорила об ошибках, которые искажают смысл. И вы видите наши традиционные примеры ship or sheep, либо heat or head, те примеры, которые меняют значение слова, или пища и нога. Дети не редукцируют безударные гласные, не умеют делить простые сложные предложения на смысловые синтагмы. Мы об этом с вами говорили. Не умеют читать синтагмы с перечислением, неправильно произносят разные коммуникативные типы предложений. Вот это очень важно. Последнее. Почему? Потому что это есть стандарты. Отсюда они должны знать, как читаются утвердительные предложения, как читаются разные типы вопросов, а они включены в ряд текстов, в ряд вариантов, которые будут. Цель задания 2. Проверить умение осуществлять запросы информации, обращаться за разъяснениями, точно и правильно употреблять языковые средства оформления вопроса. Почему это задание оказалось сложным, очень сложным для учащихся? Давайте посмотрим внимательно на задание. Вы видите, здесь у нас есть зрительная опора, здесь у нас есть вербальная опора. Ты посещаешь город, и ты хочешь больше информации получить. Опять дается 15 минут, но теперь внесли уточнение. В последнем варианте внесены уточнения. Во-первых, у нас пропало слово «ты делаешь звонок куда-то». Почему? Потому что наши дети начинали с того, что я звоню, чтобы узнать. Времени у нас не будет. На каждый вопрос 30 секунд. Поэтому никаких вступлений не будет. Будут только прямые вопросы. И ввели слово «direct». Почему ввели слово «direct»? Потому что было много предложений типа «Tell me about». Отсюда прямые вопросы. Но дети должны все-таки научиться ставить разные типы вопросов. Почему? Да если вы посмотрите, вот здесь третий вопрос. Он требует общий вопрос. «If breakfast is included». Отсюда дети должны знать разницу между общим вопросом, между вопросом разделительным, между специальным вопросом. Самое главное – порядок слов. Что там будет? Там будет потом. Вначале дается полностью задание. Потом каждый пункт выделяется на отдельном слайде у детей. И есть отсчет 30 секунд. То есть за эти 30 секунд ребенок должен первый вопрос составить. Дальше идет следующий слайд со вторым вопросом. Дальше идет третий. И так вот такая последовательность. Пока пять вопросов ребенок не задаст. Что это значит? Это значит, что надо делать запись ответа и смотреть, уложилась ли я или уложился ли учащийся в эти 30 секунд, когда он задает вопрос. Отсюда надо себя слушать, надо понимать, смогу я это сделать или не смогу. Какие критерии оценивания? Что здесь важно? Во-первых, вопрос должен отвечать коммуникативной задаче, иметь правильную грамматическую форму прямого вопроса, а возможные фонетические и лексические погрешности не затрудняют восприятие. Пять вопросов. Вопрос будет не засчитываться, если нарушена грамматическая структура, если есть лексические погрешности, которые ведут к тому, что я не понимаю вопрос. За каждый вопрос дается один балл. Пять вопросов. Отсюда здесь пять баллов учащийся может получить. Если какой-то вопрос выпадает из-за того, что неправильная грамматическая форма, значит, будет четыре балла или три балла, в зависимости от того, насколько правильно дети произнесут. Какие типичные ошибки у учащихся в этом случае у нас были? Вместо того, чтобы задавать вопросы, они описывают ту картинку, которая есть в задании. То есть нет уточняющих вопросов. Они запрашивают не ту информацию, которая требуется. Мы уже говорили, что они часто используют вопрос What about? What about discounts? Такие вопросы приниматься не будут. И просьбы Could you tell me about discounts? Тоже приниматься не будут. К сожалению, наши одиннадцатиклассники до сих пор не знают правил постановки вопросов. Этим надо заниматься и заниматься. Это нужно как для личного письма, так и для вот этого диалога-распроса. Цель задания 3 и 4. Проверить умение строить высказывания в заданном объеме в контексте коммуникативной задачи в различных стандартных ситуациях. Еще раз обращаю ваше внимание стандартные ситуации. Когда разработчики подбирают картинки, они исходят из тех тем, которые прописаны в федеральном стандарте. Вы знаете, ЕГЭ по иностранному языку. Сейчас мы опираемся на стандарт 2004 года, который был предметным. И темы там все прописаны. Важно, чтобы это было связное высказывание. Обращайте внимание детей на то, что нельзя закончить фразу, не закончить фразу, остановиться в середине. Потому что это значит, будет нецелостное высказывание. Это значит, будет, что нарушена связность высказывания. Отсюда ребенок потеряет баллы. Приходится здесь использовать сразу несколько стратегий. Это стратегия описания, стратегия сообщения, стратегия рассуждения. Рассуждения. Рассуждения почему? Потому что там есть всегда вопрос. Надо точно и правильно употреблять языковые средства оформления монологического высказывания. Это касается как лексики, так и грамматики, так и фонетики. Смотрим, например, задание. Представьте, что вы путешествуете во время своих каникул, вы сняли несколько фотографий. Выберите одну фотографию, чтобы презентовать ее другу, чтобы представить ее другу. Над каждой фотографией будет цифра 1, 2, 3. Учащийся должен выбрать одну какую-то картинку. Как вы видите, тема одна. Лежа. Досуг наш. Но. Free time. Но описывать он будет одну картинку. Дальше задание продолжается. Вы должны будете говорить через полторы минуты и не более двух минут. И не более двух минут, коллеги. И, как всегда, идут точки. Это план ответа. План ответа. Когда ты снял фотографию, то или что есть на фотографии, что случилось, почему ты снял эту фотографию и почему ты решил показать эту фотографию своему другу. Нам предлагают здесь в обязательном порядке сказать фразу I have chosen photo number one или two или three. Для чего? Потому что дальше на следующем кадре появится только эта фотография с заданиями. Можно просто сказать photo number two. Тоже возможно. А дальше начинается ответ. Ответ, который должен следовать этому плану. Какие у нас типичные ошибки учащихся при выполнении задания три? Описываю три картинки вместо одной. Не формулирую вступительную и заключительную фразу. Вступительная фраза может быть какой, коллеги? Посмотри. Это та фотография, которую я тебе хочу сейчас представить, показать. в заключении должна быть какая-то фраза. Например, я всегда с удовольствием смотрю на эту фотографию, она мне напоминает о самых ярких впечатлениях, о моем последнем отдыхе или что-то в этом роде. Дети не используют разговорные клише при описании картинки. Допускаются фонетические, лексико-грамматические ошибки. Но самое главное, дети не понимают разницу между описанием и рассказом. Рассказ должен иметь сюжет. В нем должна быть завязка, кульминация, развязка. Здесь у нас идет описание, и мы не должны с вами, то есть должны объяснить детям, что он должен фактическую информацию дать. Что это значит? Вот прослушивая те тексты, которые нам дети дали после апробации, что мы выясняем? Голос девочки, которая говорит на фотографии я и мой папа, а мы видим фотографию, стоят два мальчика на пирсе и кусок моря. Девочка, так, а где ты на фотографии? Во-первых, у тебя в задании что было сказано? Что ты снимал фотографию, но мне стали говорить, есть селфи, но селфи если один, и вот такая вот фотография. Ясно, что ты все равно не можешь. А потом, где твой папа, мальчик, которому 14 лет максимум, который стоит на этом пирсе? значит дети должны понимать, что они в обязательном порядке должны давать то, что есть. Почему? А потому, что это неправильное сразу ноль, за задание ноль, не понял коммуникативную задачу или не поняла коммуникативную задачу. Отсюда надо обращать внимание детей, что должна быть фактическая информация. следующее задание карики. Следующее задание это мы должны сравнить две фотографии. На подготовку дается полторы минуты. Дети спрашивают, а можно мы что-то будем писать? Нет, нельзя. Бумагу вам давать не будут. Мы проверяем спонтанную речь и за полторы минуты вы что должны понять? Что вы должны сделать? То есть инструкцию прочитать и просмотреть быстренько пункты. Понять о чем мы должны говорить. Вы видите, что здесь надо дать краткое описание действия, где происходит, сказать, что общего, сказать, чем картинки отличаются, сказать, какую музыку вы лично предпочитаете, объяснить почему. И вам говорят, вы должны говорить две минуты. Как вам кажется, это мало или много? На самом деле, вот те ответы, которые мы слушали, большую часть детей говорили минуту. Почему? Потому что они делали по одной точке, на каждую точку по одному только предложению. В критериях же у нас прописано, у нас единые критерии для задания три и для задания четыре. Прописано, что мы должны, ответ будет полным, если на каждую точку будет три фразы. Отсюда получим три балла, два балла, если две фразы, и один балл, если одна фраза, но если вообще не осветил, значит соответственно воли коллеги. На что еще надо обратить внимание при организации текста, важно, чтобы была какая-то вступительная и заключительная фраза. Ошибки. Если вы посмотрите, вы увидите, что ошибки здесь практически критерии очень похожи письменного высказывания личное письмо и то, что сказано здесь. То есть на самом деле учащийся может получить максимальный балл, а максимальный балл по языковому оформлению это два балла, он может получить, он или она, если допустит две лексико-грамматические ошибки и две фонетические ошибки. А если он допустит три ошибки, мы что поставим? Лексико-грамматические три лексико-грамматические ошибки, мы с вами все равно поставим на балл ниже, потому что у нас в критериях написано две лексико-грамматические ошибки, а если у нас не будет лексико-грамматических ошибок, но зато будет три фонетических ошибки, мы что то мы спустимся вниз, да, мы все равно не можем максимальный балл поставить, потому что у нас написано две фонетические ошибки. Вот это детям надо объяснять. Ну, соответствие там увеличивается. На самом деле критерии очень либеральные, очень либеральные. Типичные ошибки. Дети при выполнении задания 4 не сравнивают, а просто описывают сюжет двух картинок. Не умеют выделять общие отличительные характеристики картинки. Дают только по одной фразе, то есть неполные ответы на вопросы. Не формулируют вступительную и заключительную фразу. Не используют разговорное клише. Вот наша с вами задача дать им клише. Они должны понять, что монолог, связность монолога будет показана через средства логической связи. В речи, в обязательном порядке должны быть высказаны. Во-первых, мнения. Для этого надо тоже средства. Частично они есть в схеме рассуждения, письменное высказанное с элементами рассуждения. По моему мнению, однако. То есть вот эти вещи надо с ними проговаривать. Практика показала, что очень много в спонтанной речи у нас как лексических и грамматических, так и фонетических ошибок. Что касается фонетики, именно в этих заданиях мы с вами обращаем внимание в основном только на то, чтобы не было фонематических ошибок. Это ошибки, которые искажают значение слова. Меняют значение слова. Прежде чем мы перейдем к этому, я хочу коллеге просто дать в качестве прослушивания, попытаться, чтобы вы послушали. Ну вот один ответ из материалов апробации. Номер 0, 2, 9, 6, 4, 8, 8. Вариант номер 3. Задание С3. Ну, теперь задание будет не С3 и не С1, а задание. Раньше было С3, потому что письменное было С1, С2 работы и чтение было С3. Теперь это будет задание номер 1. Я пытаюсь паузы пропустить. So, let it be. Mother may be watching you from a hiding place maybe. Do not touch or corner a white beam. Never fall an animal into places you don't know. There is no such thing as a tame wild animal. Задание номер С4. Прежде чем мы приступим к заданию, здесь маленький кусочек, я просто пропустила часть, чтобы дать вам впечатление о том, как ребенок читает. Мы сейчас с вами не оцениваем чтение. Если вы хотите более подробно узнать о всех нюансах, у нас есть курс повышения квалификации ИЯ-18, который наша кафедра ведет. И этот курс начинается со следующей среды. По адресу, не в этом здании, а в Причистинский переулок, дом 7А. Вот там у нас идет курс, который будет разбирать. Я буду там с вами слушать ответы. Мы будем с вами разбирать ответы и, соответственно, выделять ошибки, которые есть. Это вопросы. Часть вопросов не будет принято. Не будет принято. Во-первых, грамматические ошибки. Во-вторых, вопросы. Could you tell me about prices? Тоже это вежливая просьба, это не вопрос. Отсюда принято не будет. Следующее задание. Продолжение следует. Это вы слышали описание картинки. Что здесь хорошо? Следующее задание. Что здесь хорошо? Камут. Что здесь хорошо? Здесь явно чувствуется, что это спонтанная речь. И девочка умеет делать паузы фезитации. То есть она все-таки так или иначе. И вот такие какие-то паузы, которые естественны для спонтанной речи. Это важно. Значит, наша задача, если дети о чем-то думают, то чтобы цельность, чтобы не было три минуты, извините, пауза. А чтобы, если пауза была, она была заполнена как-то. Это так, как говорят носители языка спонтанной речи. Тоже мы этому должны учить. Ну и последнее задание. Так, сейчас я найду. Я полностью вам не показываю кусочки, только они займут очень много времени. Номер 0, 2, 9, 6, 4, 8, 8. Вариант номер 3. Задание C3. Ну вы видите, что практически нечего детям особо сказать. Отсюда, конечно, важно еще и содержание, что говорить. Какие у нас основные направления совершенствования методики преподавания? Первое, конечно, это развитие личностных умений и навыков. Развитие метапредметных умений. Почему? Потому что метапредметные умения как раз требуются, особенно требуются на заданиях высокого уровня, когда надо сравнивать картинки, надо уметь выделить основные, отличительные, общие черты. Вот это очень важный такой момент. Конечно, дети должны владеть компенсаторными навыками и умениями. То есть не говорить все время гуд, 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 бэд, 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 бэд. Показать им кодификатор, показать им обязательно спецификацию, показать им демоверсию, о чем мы уже сегодня говорили, когда начинали наше обсуждение. На что обратить внимание при подготовке учащихся к первому заданию у коллеги? Надо разобрать требования федеральных стандартов к произносительным навыкам, соотнести их задания с критериями оценивания, учитывать, как распределяются смысловые синтагмы, разобрать, что такое ошибка, которая называется фонематической, то есть та, которая искажает смысл, сказать, какие интонационные ошибки учитываются. Вот это все есть в кодификаторе, в планируемых результатах, поэтому посмотрите. Во втором задании надо разобрать инструкцию и содержание задания, объяснить, что требуются прямые вопросы уточняющего характера, объяснить, как какие вопросы принимаются, какие нет, соотнести содержание задания с критериями этого задания. В третьем задании опять же надо начинать с разбора инструкции. У нас проблема. Я вот часто хожу по школам и часто вижу уроки по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, и очень редко вижу, когда учитель разбирает инструкцию и говорит, прочитай инструкцию, что ты должен сделать, объясни, что ты должен сделать. Меня порадовало 15.35. Вот там они с этим очень хорошо работают. Мы уже с вами говорили, что важны факты, которые есть. Я привела вам пример с голосом девочки и с фотографией двух мальчиков, но у нас там еще была картинка Снегурочки, когда учащийся говорит, что это невеста моего друга, были и такие, когда учащийся говорил, это моя жена. Ну, я не знаю, может быть, он и женат в 15-16 лет. Возможно. Сказать трудно. Но там явно Снегурочка, а не невеста. Отсюда это тоже ноль. Будет ноль. Непонимание коммуникативного задания. На что еще обратить внимание? При анализе второго критерия обратить внимание на наличие вступительной и заключительной фразы, на наличие средств логической связи. Обратить внимание, что такое грубая и негрубая ошибка. Почему? Потому что, если не грубые ошибки, это еще как-то проститься. А вот грубые ошибки, это очень серьезно. В четвертом задании необходимо разобрать инструкции и содержание задания. Надо дать точное сравнение одной картинки с другой. Обратить внимание на наличие, опять же, вступительной и заключительной фразы, на логичность изложения. Практически самое сложное задание – это последнее задание. И с ним надо работать особо и очень-очень напряженно. Методическую помощь вам могут оказать следующие материалы. Здесь сайт, новый сайт, New FIP.ru. Там вы увидите все документы, которые определяют структуру. Там есть открытый банк заданий, но устной части там нет, потому что таких заданий, ну, скажем так, мы еще не создали. Но зато есть по письменной части очень большое количество заданий. Только предупреждайте детей, что поменялась нумерация, поэтому, чтобы они не ожидали, вот конкретно там, в банке, не поменяли номера заданий. И очень важны аналитические отчеты, которые вы можете прочитать. Они висят. Отчеты. Как сдали экзамен наши московские дети. И есть методические рекомендации, которые опубликованы за прошлый год в иностранной языке, в школе. Там же есть концепция, отдельный номер концепции устной части ЕГЭ, где тоже вы можете с ней познакомиться. И мы сейчас сдали в иностранной языке в школе тоже статью, которая посвящена аналитическим материалам по России. Как сдала Россия, какие выводы методические мы сделали и какие мы рекомендации дали. Коллеги, у меня все. Если у вас ко мне есть вопросы, я готова ответить на них в рабочем порядке. Кто-то может покинуть, если нет вопросов. Если есть какие-то вопросы, буду готова, рада ответить на них. Спасибо. Спасибо. Вам спасибо.